Время для новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Под Авдеевкой погиб украинский военный. Еще трое бойцов на линии фронта ранены. Один из них подорвался на растяжке в районе Верхнеторецкого. У него легкие травмы, сообщает штаб АТО. Из тяжелых минометов велся огонь по Троицкому. Также мины разрывались вблизи Марьинки и Широкина. Всего за сутки на передовой произошло 17 вооруженных провокаций. Четыре случая заболевания энцефалитом за одну неделю. Двухлетняя девочка и 18-летний парень впали в кому. На их лечение необходимы дорогостоящие препараты, денег на которые у родителей нет. Из Мариуполя с подробностями Елена Уланова. Сейчас жизнь 18-летнего Родиона поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Мама парня Яна Беспалова рассказывает, сильные головные боли и рвота у сына начались еще в сентябре. Тогда медики поставили диагноз мигрень. Мы лечили ее около трех недель. В стационарной? Да, в стационаре. В третьем оборудовании? Да. Потом я нашла уже другого невропатолога. Она сказала, говорит, ну нужно делать МРТ. Отослали нас к другому окулисту. Результаты томографии показали воспаление зрительного нерва и кисту в гайморовой пазухе. В начале октября Родиона прооперировали, а уже через неделю выписали из больницы. Однако спустя полмесяца он снова оказался на больничной койке, но уже с другим диагнозом энцефалит. Ребенок поступил к нам уже тяжелый, кома один, то есть он уже был без сознания. Не прошло у нас и суток, когда у ребенка была остановка сердечной деятельности. Тогда Родиона смогли реанимировать, но состояние его ухудшилось. Сейчас дышать самостоятельно он уже не может. А чтобы поддерживать жизнь, нужны дорогостоящие лекарства. В основном, конечно, родители покупают все, потому что ребенок нуждался в дорогостоящих препаратах, которые больница, к сожалению, к своему большому сожалению, не имеет. На сегодняшний день состояние ребенка крайне тяжелое. Ежедневно на лекарства для Родиона родители тратят не менее полторы тысячи гривен. В семье работает только отец, мама в декретном отпуске по уходу за младшим ребенком. Семья Беспаловых в отчаянии. Денег на дорогостоящие препараты взять им уже негде. Мы залезли уже в огромные долги для того, чтобы было тогда лечить еще. Потому что к какому специалисту мы не идем, они постоянно дают новое назначение. Кроме Родиона в инфекционном отделении детской реанимации Мариупольской больницы сейчас находятся еще трое детей. Все поступили в течение одной недели. И все с диагнозом энцефалит. Двухлетняя девочка Ангелина также в коме. Вот она лежит уже неделю в реанимации. Постоянно меняется диагноз. Вот последний диагноз, который нам поставили. Энцефалит и неуточненная форма. Вирус, который вызвал болезнь у детей, медики еще не установили. Он может вызываться, начиная от арбовирусов, клещевого энцефалита, и заканчивая вирусом гриппа. Это порядка 50 возбудителей. Мы смотрим на более частые причины вирусных энцефалитов. Это парагрипп, это у нас вирусы герпеса, это вирусы цидомигаловирусной инфекции, это туберкулез, это микоплазма, хламидия. Врачи уверяют, все четыре случая заболевания детей энцефалитом не связаны между собой и говорить об эпидемии преждевременно. И все же призывают внимательнее относиться к своему здоровью и своевременно обращаться за медицинской помощью. Не занимайтесь самолечением. С первых часов, с первых дней заболевания обращайтесь к врачу, для того, чтобы быть под наблюдением врача. Высокая температура – это всегда повод обратиться к врачу. 38-39 – это температура, с которой нужно обращаться изначально к терапевту. Телена Уланова, Артем Коробецкий, Алексей Клименко, Телеканал Донбасс. Оплатив лечение сына, она может оставить его сиротой. Из-за болезни Екатерина не может купить слуховые аппараты для мальчика. Игорь родился с врожденной нейросенсорной тугоухостью. В три года он почти ничего не слышит и не разговаривает. До сегодняшнего дня семья была в безвыходном положении. Спустя несколько часов жизнь трехлетнего Игоря изменится. Ради этого мать с сыном проехали сотню километров изрубежного. Пока есть время, гуляют на детской площадке. Женщина ни на шаг не отпускает сына. Позвать его при необходимости не сможет. Игорь с рождения почти ничего не слышит. Ребенок родился глубоко недоношенным. Длительное время находился в реанимации. К полутора годам мальчик сделал первый шаг. А вот сказать первое слово не смог до сих пор. Очень страшно за будущее сына. За возможность его адаптации в обществе. За то, что он просто не научится говорить. Не сможет учиться в обычной школе. Сегодня Игорь установит слуховые аппараты. При диагнозе нейросенсорная тугоухость третьей степени – это единственное спасение. Повреждаются нервные окончания слухового нерва. Волосковые клетки, которые расположены в улитке. Как известно, нервные клетки восстановить нельзя. Эти маленькие устройства способны распознать даже шепот и улучшить разборчивость речи. О том, что они появятся у сына Екатерина, раньше могла только мечтать. Я тоже инвалид и мы проживаем с ребенком вдвоем. Большая часть нашего бюджета семейного уходит на лечение. Я принимаю постоянно препараты, без которых не могу жить. У женщины проблемы с иммунной системой. Бесподдерживающая терапия может просто умереть, а сын с инвалидностью останется сиротой. От безысходности позвонила на горячую линию штаба Рината Ахметова. После того, как мы получили положительный ответ от фонда Рината Ахметова, мы были просто счастливы, поскольку мы поняли, что у нас теперь есть шанс на достойную жизнь. Мы очень благодарны, безусловно, Ринату Ахметову и узнаем, что он один из крупнейших меценатов и благотворителей в нашей стране. Три года гуманитарный штаб помогает детям Донбасса в лечении и проведении жизненно важных операций. Такую поддержку получили уже более четырех тысяч девочек и мальчиков. Игорю теперь придется многое наверстать. Слуховые аппараты дают шанс данному ребенку заговорить. Дают шанс интегрироваться в общество слышащих детей. Через несколько дней Екатерина повезет Игоря на первое занятие к сурдопедагогу. Она уверена, мечта о счастливом будущем сына начинает сбываться. Оксана Корчма, Мария Сергеева, Сергей Чикрыгин для телеканала «Донбасс». Ей 50, ему 60. Рождение дочери празднует семья переселенцев с Донбасса. Несмотря на зрелый возраст мамы, малышка доношенная и здоровая. Для отца это первенец, а у матери уже есть взрослый сын. Он старше сестры на 29 лет. Поздравить семью отправились и наши корреспонденты. Пеленки, игрушки, подгузники. В спальне родителей стала детской комнатой. От своей дочери Рита не отходит. Ей приходится заново вспоминать, как это нянчить младенца. Рите 50. С отцом Анны-Марии, как назвали девочку, Рита, познакомилась в Донецке 12 лет назад. Там у него был бизнес. Когда началась война, переехали к нему во Львовскую область. О том, что ждут пополнения в семье, супруги узнали накануне 60-летия мужа. Лекарь мне говорит, что вы уже вагитные 16 недель. То есть 4 месяца. Я вышла, ему сказала, что он тоже был немного удивлен. Но он всегда сказал мне, что у меня будет ребенка. Она будет у меня. Только вот когда, то вопрос времени. Несмотря на опасения, беременность проходила хорошо. Рожала Рита спустя несколько дней после своего 50-летия. В районной больнице ее запомнили все. Говорят, роженец в таком солидном возрасте у них еще не было. Пришла на высоких подборах, в плащик. Ну просто. В руки сорили, потому что в ней и подошли воды. Жену и дочь папа ждал в палате за стеной. Малышка родилась здоровой. Великая девочка. 3,955 года. Выкололи дитину, татове на жизнь. Трошки, может быть, прослезы все. И хотя муж Игорь с утра до ночи на работе, обязанностям папы посвящает все свободное время. Мы приехали до дому. Тато нам уже и лижечку поставил, и коляску поставил. Все приготовил. Пополнение у зрелой пары соседи восприняли спокойно. Я сам, мы 65, я сейчас жену хочу. Возвращаться на восток семья не планирует. Сейчас готовятся к Кристинам. Уверяют, с рождением дочери у них открылось второе дыхание. Мы в ней будем сучасными батьками. Как говорят, сейчас дети продвинутые. Александра Стасишин, Владимир Вежбинский. Специально для телеканала Донбасс. С нового года в Украине должны подорожать сигареты. В среднем одна пачка будет стоить на 7 гривен больше, чем сейчас. Причина изменения в налоговом кодексе, принятой Верховной Радой. Депутаты увеличили акцизы на табачные изделия почти на 30%. Более того, каждый год эти акцизы будут расти до 2025-го. Тогда, по приблизительным расчетам, цена одной пачки достигнет не менее 80 гривен. В то же время депутаты на один год отменили НДС и акцизы на ввоз электромобилей в Украину. И теперь электрокары должны существенно подешеветь. Мошенники в соцсетях рассылают фальшивые сообщения от имени ваших родственников и друзей и вымогают у удоверчивых деньги. Как защитить себя, смотрите в следующем сюжете. Страницу Елены Вертинской в скайпе взломали неизвестные и от ее имени просили лучших друзей перевести 2000 гривен. Еду вечером с работы и мне начинают звонить мои друзья, друзья, что до них с моего особенного скайпа надходят поведомления. Привет, можешь допомогти. Когда Елена прочла сообщение, глазам своим не поверила. Переписка копировала ее стиль общения, смайлики и даже знаки припинания. Шахраи не забывали правильно писать отминок, где слев. Они скрозь писали, я так делала, так уже у меня было. Ни разу они не сделали помилки никакой. На уловки аферистов попался друг Елены Сергей. Когда прочел сообщение с просьбой перевести почти 3000 гривен, решил помочь. Она мне пишет, что не проходят деньги из-за того, что какой-то лимит стоит. И она у меня просит логин и пароль от моего приватбанка. Дородственник, хорошо, знаете, логин и пароль, ты все сделаешь, ну а потом уже там разберемся. Но когда со счета Сергея начали исчезать деньги, мужчина понял, его обманули. Однако вернуть перевод уже было невозможно. Удалось лишь заблокировать карточку. Перед тем, как взломать страницу, аферист собирает информацию о жертве и ее окружении, чтобы знать, кто может без лишних вопросов перевести средства. Это занимает минимум времени, говорит глава интернет-ассоциации Александр Федієнко. А фото и данные о близких и друзьях мы сами выкладываем в соцсетях. Чтобы обезопасить свою страницу от хакеров, Александр Федієнко советует придумать сложный пароль и привязать аккаунт к номеру мобильного. Так, о намерениях аферистов вы будете знать с помощью СМС-оповещения. Ирина Каминская, Александр Павленко, специально для телеканала Донбасс. У школьника в Авдеевке появился дополнительный стимул успешно осваивать предметы. В городе стартовал долгосрочный проект Авдеевского коксохимзавода Метинвеста «Школьные стипендии». Теперь дважды в году отличники учебы, призеры Олимпиад, конкурсовые соревнования смогут получить вознаграждение в размере от 500 до 1200 гривен. Лучшим ученикам пятых-одиннадцатых классов по итогам полугодия стипендии будет вручать генеральный директор коксохима Бусам Агамедов. Я считаю, что это очень крутая идея, потому что это стимулирует других детей научиться лучше. Ты понимаешь, что ты можешь уже не залежать от этих батьков, хоть трошечки, но свои карманные деньги ты будешь втрачать за своей стипендии. Дети, которые хорошо учатся, которые сдадут свои семестры на отлично, будут поощряться стипендии. Надеюсь, что это даст им дополнительную мотивацию, а нам дополнительно умных ребят. Брейнринг на тему противодействия гендерному насилию провели в Краматорске. В интеллектуальном поединке сошлись команды местных чиновников, патрульных полицейских и журналистов с общественниками. Из 15 вопросов об истории борьбы против насилия над женщинами больше правильных ответов дали представители общественных организаций и СМИ. Это было прогнозовано, потому что общественные действия и засоби массовой информации меньше скутят в своих ответах. Они не соромлялись давать правильную или неправильную ответственность. Питания не просто на познание законодательства, а направленные на дискуссию. Они провокационные были. Тема, на самом деле, очень серьезная и хорошо, что она была еще раз озвучена. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. На этом наш выпуск завершается. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин